всем привет друзья находитесь на канале с михаилом сегодня я хотел бы сделать обзор шнура компании которые я ловлю регулярно ну из бюджетных моделей это наверно один из не побоюсь того слова сказать один из самых лучших шнуров это компания касткинг которая делает шнуры вот такие вот они и сейчас мы с вами рассмотрим все плюсы и минусы шнуров которые производит данная компания ну что ж поехали что вы можете сказать поэтому первое что я могу сказать это то что шнуры данной компании я использовал разных цветов и соответственно у них есть свои преимущества и как я уже говорил недостатки первым шнуром который я купил это был шнур 014 диаметра серого цвета потом я приобрел шнуры той же компании другого диаметра более толстого это был шнур зеленого цвета и тоже продолжительное время ловил шнурами зеленого цвета но истечению некоторого времени я пришел к выводу о том что шнур или серого и зеленого цвета их не очень хорошо видно на воде их не видно когда у тебя несколько удилищ допустим шнур опускается в воду не видишь где он реально конкретно в какой точке заходит в воду это в принципе может быть важно если особенно там по весне что-то плывет что-то несет по воде плюс ко всему не всегда понятно если идет блик от воды даже используя поляризационные очки не всегда видно где ты ведешь эту рыбу она близко или она далеко и это часто встречается если у нас какой-то перепады есть на резкие бровки спуски и непонятно где находится рыба которую ты вываживаешь что вы говорите относительно серых и зеленых шнуров что еще я заметил это то что у особенность в частности особенно у зеленого шнура этого производителя они все эти шнуры пропитаны какой-то пропиткой но зеленый шнур пропитан настолько сильно что сейчас создается лично у давалось впечатление что они какие-то липкие и кроме всего прочего эта пропитка она остается на кольцах практически вся и ясно что через несколько рыбалок эта пропитка она смывается она пропадает исчезает тем не менее для тех кто любит там чистоту и порядок может быть это критично важно следующий недостаток шнуров заключается в том что они достаточно шумные ну опять же лично для меня этот вопрос не критичный шумный шнур не шумный шнур я как-то даже не обращаю внимание хотя если кто-то не любит когда шуми 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 то соответственно это будет недостаток теперь о плюсах шнуры очень долговечные очень крепкие вот хорошо держит ракушку и принципе очень очень даже такие надежные когда одна из жилок например живется бывало даже не замечают что там одна порвала в том бах смотришь у действительно что-то там порвалась и там отрезаешь кусок шнура и выкидываешь значит здесь производитель заявляет что это наш шнур 018 миллиметров и держит разрывную нагрузку 9,1 килограмм сразу хочу сказать по поводу этих шнуров в принципе все китайские шнуры этим могут отличаться значит если вы хотите приобрести шнур допустим диаметром 018 как здесь написано то берите на 16 вот потому что шнуры они китайцы любят немножко баловаться с размерами и у них шнуры в реальности толще чем они заявляют на упаковке вот это поворот мы с вами сейчас протестируем шнур который был уже в работе вот прошлогодний да я сейчас немножечко кусочек отрежу конечно же потому что тут есть места вот я вижу поврежденные этот тот кусочек который именно забор идет на заброс да там первый метр или сколько там и потом попробуем новый шнур который вообще не еще на ни одной рыбалки не видел мы завяжем этот шнур именно на узел попробуем как он в реальности выдерживает потому что разрывная нагрузка просто так вот так вот грубо говоря где шнур не передавливается ничем не этот самый это одно дело но в реальности это совсем другая история очень часто бывает так что производитель заявляет что вот нагрузка там условно говоря да допустим там 4 килограмма на разрыв а по факту когда начинаешь разрывать не однажды попался флюрокарбон который в одном из видео было было заявлено нагрузка по моему 2,5 килограмма а он права он порвался этот флюор при забросе дай бог памяти причем на совсем маленькое расстояние что-то там 10 до 10 10 граммов оголок оторвался понятно это не новый шнур повторяю и пытаемся его разорвать два три четыре пять с половиной шесть пятьсот семь семьсот по моему я увидел ну на замедленной съемке да вот тут он порвался и кстати что примечательно он порвался у нас не на узле узел вот узел есть для шнура который был не на одной рыбалке показатель на разрыв около 7 килограмм это достаточно хороший я считаю показатель теперь мы с вами попробуем порвать этот же самый шнур но только новый и посмотрим что из этого получится значит шнур который ни разу не было рыбалки пробуем точно так же рвать с узлом четыре пять шесть семь восемь восемь с лишним восемь с лишним вот друзья такой вот у нас шнур который заявленная нагрузка на разрыв 9 и 1 но с узлом он рвется на при нагрузке восемь с лишним килограмм как вы считаете это хороший результат или нет напишите в комментариях еще раз скажу что это по моему мнению личному мнению это очень хороший шнур для фидерной ловли для спиннинговой ловли даже не знаю что и сказать потому что на спиннинге я его не тестил спиннинг у меня уже появился вот он стоит и ближайшее время я буду делать тест спиннинговых шнуров поэтому ставьте колокольчик и вы не пропустите новые выпуски которые обязательно для вас всем пока